Действующие правила содержания животных и птиц применены в 2002 году. В мэрии решили их пересмотреть и изменить согласно современным реалиям. В правилах указаны структуры, которых давно нет. В частности, регулируют сферу ветеринарная служба, а отстрел и уничтожение бродящих собак отдали комбинатам благоустройств. Последних уже нет. В новых правилах планируется расширить зону выгулов, определить, на каких территориях, парках, скверах можно выгуливать собак. Но владелец должен надевать намордник на животное и убирать за ним. По старой редакции нельзя выгуливать собак, было только лицам в нетрезвом состоянии. Теперь же предполагается запретить это еще и тем, кто не достиг 12-летнего возраста. Вдруг собака сорвется и покусает кого-то. И появляется новый пункт – кормление бездомных собак и кошек запрещено. Кормление бездомных собак и кошек создает кормовую базу для бездомных животных, что приводит к росту численности популяции. Собаки, прикормленные к определенной территории, начинают охранять данную территорию, вне зависимости от того, стерилизовано животное или нет, что создает дополнительную угрозу для окружающих. Поправки вызвали возмущение многих горожан. А чем они это мотивируют? Чтоб бездомыши быстрее передохли от голода, и одним головником для них стало меньше? Кого и когда в этом городе покусали кошки? Это же бред! Бездомные кошки, особенно в районах рынков, являются санитарами Бишкека. Они уничтожают крыс и мышей. Краснокнижников отстрелять и бездомных не кормить. Зато на турмуше фотки окровавленных отстрелянных, а то и разделанных туш волков с феерическим описанием стоимости органов по запчастям, включая половые органы волчицы. Вот буду я еще спрашивать, можно мне покормить животное или нет. Бред! И как это будет контролироваться? Камеры поставят везде? Механизмы пока не прописаны, зато известно, что штраф за нарушение правил этого кодекса тысяча сомов. Впрочем, поправки, как говорят в мэрии, еще на стадии общественных обсуждений. После рассматривать их будут на сессиях Горки Нэшн. Продолжение следует...